В Уссурийске есть люди, которые дарят хорошее настроение совершенно безвозмездно. И среди них вот этот замечательный человек. Виктор Кирьянов несколько раз в неделю выходит на улицу, играет в забавы ради на стареньком аккордеоне, поет песни как современные, так и позабытые молодежью. Это стечение обстоятельств. Я хотел пригласить ребят, которыми я играю, вместе поиграть на праздник. Они постеснялись, я хотел личным примером их увлечь. Ну, вышел, и люди так отнеслись с интересом и с благодарностью. И мне понравилось, я понял, что это нужно. Кроме того, у Виктора Петровича уникальный инструмент. Отец музыканта приобрел итальянский аккордеон и начал на нем играть еще до Великой Отечественной войны. Клавишный ветеран и сейчас звучит чисто. Некоторые прямо с радостью бросаются говорить, а есть люди, старые знакомые, конфузливо так отворачиваются, проходят мимо, как-то на улице играть. Я раньше себе тоже не представлял, чтобы я вышел на улицу и играл. И люди игру ценят. Многие говорят, что такого человека редко встретишь. Улыбается, поет, сплошной позитив. Послушаешь и на душе сразу теплеет. Я очень хорошо отношусь к такому творчеству. Виктор Петрович нас часто радует. Он очень часто к нам приходит, собирает возле себя народ, дети танцуют, люди веселятся, поют вместе с ним. Это так весело. Он нам такую радость приносит. По образованию Виктор Кирьянов учитель физики. Сейчас на пенсии, а в свое время преподавал в УВАКУ. Читал лекции по инженерной графике. Но музыка не отпускала, была рядом всю жизнь. Виктор Петрович даже учил детей игре на музыкальных инструментах, которых, кстати, в его арсенале бесчисленное множество. Начиная от барабанов, заканчивая трещоткой. Вы знаете, я человек вообще далекий от музыки. Я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте. Давайте, может быть, вы попробуете меня научить на чем-то играть из ваших вот таких музыкальных инструментов. Ну да, каждый инструмент имеет свою особенность. Вот этот инструмент. Играем шаги, ритм, две, четверти. Раз, два, раз, два. О своих инструментах Виктор Кирьянов может говорить бесконечно. Ведь это то, что его вдохновляет и позволяет чувствовать себя нужным. Кстати, небольшой ликбез от Виктора Петровича быстро принес свои плоды. И получилось совместное творчество. Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс.